Итак, 15 серия маршрута Москва, Иркутск, Листьянка. Сразу хочу сообщить, что есть две новости. Обе очень хорошие. Первая наступила новолетие, 7527 лето от сотарения мира в Звездном Храме, с чем поздравляю всех славян с этим событием. Желаю благополучия и долголетия. И вторая новость, очень хорошая, это то, что в данный момент совершает маршрут Владивосток-Ростов, Путник-81. Как он выразился, шагает по России. По моим подсчетам, сейчас, сегодня, 21 сентября, находится примерно в середине России, где-то между Красноярском и Новосибирском. Примерно так, где-то. Поддержим нашего коллегу морально. Пожелаем ему не гвозди, а не жезла, запаса тормозного пути и благополучного финиша. В конце этой серии я прикрепил короткий слайд-фильм из фотографий, которые он мне прислал с трассы. Потрясающе красивые места, но об этом чуть позже. Временами буду прикреплять Впереди камера. Ограничение 90. Видео оригинальный звук. К сожалению, очень много битых файлов. Поэтому буду выбирать отдельные фрагменты, где битых участков мало. Так, вернусь, значит, к путнику 81. Как я уже сказал, он прислал несколько фотографий, из которых я сделал короткое слайд-фильм, размещенный в конце этого видео. Посмотрите, какие красивейшие места. Я немного скажу об этом. Значит, мост, соединяющий Владивосток с островом Русский, потрясающей красоты. Сделано несколько снимков, сделанных путником 81. Потрясающе красивый мост. Затем река Селинга. Река Селинга. В России много потрясающе красивых величественных рек. Амур, Батюшка Амур, Волга, Ака, Иртыш, Опь, Венисеи. Ну, все не перечислить. Но для меня особняком стоит Селинга. Не знаю почему, но вот так вот запало в душу. Я всегда с каким-то особым волнением смотрю на фотографии или видео этой потрясающей реки. Может быть, инстинкт рыбака сказывается, не знаю. Я просто несколько раз останавливался, подходил к берегу и видел миллионы мальков, которые дрейфуют вдоль берега. Это говорит о том, что в середине действуют хищники. Вот, то есть, вот мое особое отношение к реке Селинга. Несколько фотографий путник прислал с этой реки. Затем будет печально памятное для меня место. Это между Семиозерным и Могучей. 629-й километр трассы Чта-Хабаровск. Очень грустное место. И сейчас можно только представить, какую красоту наблюдает путник-81 за окна автомобиля. Кстати, в Бурятии, как он написал и прислал фотографии, уже выпал снег. С правой стороны, вдоль трассы, недалеко, населенный пункт Белообородово. Трасса Р-254, РТШ. Субтитры сделал DimaTorzok Значит продолжаю. Путник находится в движении, шагает по России. Будем ждать от него видео об этом маршруте. Ну и плюс ко всему слайд-фильм, который он обещает создать и разместить. Следите за его видео. Я думаю получите огромное удовольствие. Двигается он уже, по-моему, примерно неделю. Примерно еще осталось столько же расстояния от Владивостока до Ростова порядка 11-12 тысяч километров. Путник близкий. Восхищение находишься, когда узнаешь такие вещи. Лично я буду ждать его видео. Как написал путник. Состояние трассы Амур. Постепенно трасса плывет вроде бы. Местами ведутся ремонтно-восстановительные работы. Но оценить состояние участка в Хабаровск-Чита можно будет, посмотрев видео. Как вам сказать, не новое. Не новое. Не новое. Нет, нет, на подвеску никаких нареканий нет. Все хорошо. Ну, ну так по мелочи на самом деле. Видимо заливали некачественное топливо, потому что я когда выехал из Москвы, я сразу почувствовал, что двигатель немножко потраивает. Там можно будет либо свечи, либо прочистить, либо лобовое стекло, у меня есть подозрение, что его чего-то покрывали либо каким-то воском, либо специальным средством от антидождя. Потому что, ну, вроде бы, средство уже все не действует. А в этот... Впереди камера. Ограничение 70. Прям все размазано, слепит. Не видно. Дворники... Дворники так себе, на самом деле, видно, что не оригинально их установлены, потому что стекло поскрипывает. И стекло немного... Ну и... Немножко нацарапало. Ну и... Обратим внимание, что... Два стекла... Пока бы... Менялись... Водительское... Да... Ну... Я подозреваю, что да, потому что... Ну... Немного. Вон. Очень много. Вон. 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 Ну, да, да, вы знаете, я вот тоже ее забрал. Вон. В 15-го полу. В 15-го полу. В 15-го полу машину. Вон. 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 А, не... не расслышал. Еще раз повторите, пожалуйста. Вон. Нет, на пятом. В пятом. Впереди камера. Ограничение 70. Нет. Нет. Не выдали. На руки не выдают. Либо по почте вам отправят. Либо, если у вас уже есть, то они ее привяжут как-нибудь. Да. Да. Вы скажите, пожалуйста, вы в самом Иркутске находитесь или где-то... Ага. Я понял. А вы сможете мне скинуть смс кэс? Да, да, я тогда забью уже и прям куда подъеду. Да. Скажите, пожалуйста, аэропорт далеко от вас? Нет, не да. Ага. Ну, все. Ну, в принципе, это... Да нет, я, если что, если вам там будет неудобно или не захочется, то я на такси могу ехать. Я не думаю, что она там бешеных денег будет стоить. Нет. Нет, нет, я ничего не покупал. Я приеду и после поместа уже буду все покупать. Я думаю, что в дороге всякое может произойти и билет терять не хотелось бы. Вот. А по поводу... По поводу того, что я вам рассказал, по поводу состояния автомобиля... Ну, на самом деле критичного ничего нет. Просто... А я думаю, обезжирить просто. Я на... Самое главное, самое главное поменять щетки. Поставить... Да. Вот этого я вам не подскажу. Я нет. Ага. Да, 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 да. Вот. Ага. Я понял. Ага. Понятно. Ну, хорошо. Хорошо. Тогда я от вас жду адрес. Ага. Спасибо, Станин. Так, справа по ходу населенный пункт Кумусный. Совсем маленький. Ну, и чуть дальше от трассы, с правой стороны Коченева. Ну, довольно-таки, относительно, конечно, крупный населенный пункт. Ага. Ну. Условия движения вполне комфортные. Как видите, солнце не слепит. Полотно дороги сухое. Совсем недалеко Новосибирск. Славный город Новосибирск. Славный город Новосибирск. Славный город Новосибирск. Tribun. заезд в новосибирск будет произведен с северного объездного пути северный вход не классические заедет в новосибирск с северного объездного пути не классические на развилки вправо и там потом попадаешь в жуткие пробки можно попасть с северного обхода с левой стороны не далеко крупный населенный пункт криводановка что еще можно увидеть с левой стороны вдоль трассы озера кривое такое название северного пункта Продолжение следует... Ремонт дороги вызывает небольшие заторы. Но движение регулируется, поэтому особых проблем нет. С правой стороны проезжаем свинокомплекс. Слева далеко впереди населённый пункт Приопский озеро Кудряш. С левой стороны по ходу движения справа практически вплотную железнодорожная ветка. Железная дорога. Да, очень печально, что много файлов вбито. Но скоро ситуация значительно улучшится. Но я уже проверил архив битых файлов будет значительно меньше. Ну и в заключении вообще не выйдет битых участков. Далеко впереди справа населённый пункт Марусино. Напомню, что в Новосибирск заезжаем с северного обхода. Лето, время ремонта дороги. Время ремонта дорог. Поэтому случаются небольшие заторы. К большому сожалению, полноценной экскурсии по городу Новосибирску не получилось. По известным причинам приходилось протекивать видео через каждые 5-10 секунд, чтобы найти битые фрагменты. Это заняло очень много времени, нервов. Но то, что смог выцарапать, это сделал печально. Печально, очень печально, конечно. Ну да ладно. Временами буду привязывать к реальной картинке небольшие фрагменты. Реги Октябрьский мост. Город Новосибирск. Мост Октябрьский. Реги Октябрьский. Здорово отличается, например, от Крымского моста, от Вантового моста. Ну вот, насколько возможно, он пытается показать вам и левую, и правую часть по ходу движения. Фонтан в реке. Или что-то про голову. Впереди пост ДПС. Ограничение 60. Новосибирск. Новосибирск. Очень красивый город. Быстро строится, обновляется, появляются высотки. На мой взгляд, есть недочеты. Я же не могу обойтись без критики. В межсезонье, весной осенью, когда начинает таять снег или начинаются осадки, при въезде город, неудачно, наверное, сделан водоотвод, водосток. Много слякоти на дороге. Впереди камера. Ограничение 80. Величественный и красивый город Новосибирск. Впереди камера. Впереди камера. Впереди камера. Впереди камера. Много слякоти на дороге. Много слякоти на дороге. Многократно бывал в Новосибирске в разные времена года. В разные времена года видел дороги и летом, и зимой, осенью, и весной. Поэтому констатирую факт. Дороги в городе вполне приличные. Много ведется дорожно-строительных работ, ремонта дорог. Впереди лежачий полицейский. Ограничение 40. Новосибирску нужно посвящать целые серии с подробным комментарием, рассказами. Но я надеюсь, что жители Новосибирска сделают такой фильм на несколько часов, чтобы более-менее подробно из окна автомобиля рассказать о городе, о его достопримечательностях, какие-то истории, байки вспомнить. Впереди лежачий полицейский. Ограничение 40. Я просто даже не берусь комментировать о городе, рассказывать, потому что, ну, надо знать город очень хорошо, его историю, думаю, это сделают, ну, специалисты. Те, кто знает, любит город, и кто может об этом много что интересного рассказать. Новосибирск остался позади. Далеко слева Емельяновский населенный пункт. Вот это вот у меня подрезали. А, она? Ну как, перестроилась даже не эта. Да, она. Я потормозал. Так. Вот это видео, наглядный пример, насколько Насколько важно иметь надежную, хорошую аппаратуру. Далеко впереди Имашкова. А сколько у вас сейчас? Вот, пять часов вечера. Если кто смотрел видео Я уже девять. Москва-Красноярск, то вот у Имашкова... Ну, сегодня, сегодня уже не будет увеличиваться. В следующий раз увеличится в Иркутске уже. Еще плюс час. Зай, ну что ты хочешь, я за пол России нахожусь. Вот, ну, я на самом деле просто позвонил. Мне сейчас, нет, не очень удобно разговаривать. Сейчас нужно заехать в один этот, ну, на одну стоянку, передать документы. Ну, а ты там с Алиной уже будешь гулять. Потом есть то, что созвонимся. Продолжение следует... Зайк, всё, всё, давай, мне неудобно. Да, хорошо, давай. Я уже звонил. Вот его разговор с супругой. Кончается, да. Ну, сегодня в 5 он закончился, у многих сокращенный. А здесь уже скоро спать будет ложиться. Да. Связь МТС, вообще, это как конченная связь. Ничего нельзя. Ни с МТС не отправили, ни звонят, ни ничего вообще. Я не знаю, где до тебя досвонился. Ну, а перейди на другую связь? Да, это рабочая симка. Мы вот приехали, взяли Билайн рабочую. Вот так, по деревушкам. А взяли Билайн и МТС. Это рабочие симки. Потому что, куда взял, мы взяли в интернет. Там ничего не берёт, как МТС. А нам, чтобы он с нами связывался, он взял себе МТС. Ну, самый лучший мегафон на трассе МТС. Билайн, это, как говорится в современном сленге, в топку. Во-первых, Билайн начинает мошенничать. Люди бегут с Билайна. Ну, поэтому, собственно, и прибытие на хоть два часа. Машина никого замеслила, никому штрафы не выдаст. Оплачиваю я. А, да? Да. Поэтому... Не расставлять. Только нет. Расставлять, это, понимаешь, это нужно следить за ней. А какой-нибудь вот повесить на стол. Чтоб она висела, там и висела. Всё. И точно так же... Ну, это так. Мечты. Ну, а чё, рядом... Вроде такое всё нормально, да? Ходишь с умом, до черня, да? Да. С правой стороны, Новая Чебула. С левой стороны, УЯЖ. Населенные пункты. Недоделанная умная херня. Быстро темнеет. Иркутск, 1745 Что-то я не понимаю, что там за За этот факт Кстати, в этой поездке с Валентиной сняли Билайн снял 4 с лишним тысячи за интернет Уже вернувшись, он увидел сумму, которую выставил ему Билайн Поднял волну Мошенническим образом они подключили, не знаю, какую-то функцию И в итоге сумма оказалась огромной Написал заявление Перейти на другой К другому оператору Мотоциклисты не устают На далекие расстояния ездить на мотоцикле Сидя все время в это напряжение Тебя ветром ступает И уже только после этой угрозы Он реально решил уходить в мегафон Билайн признал свою вину Снял с него Снял выставленный счет Аннулировал Попросил остаться В общем, у меня тоже раньше был Билайн Я тоже попадал на деньги Поэтому я ушел от них И по финансовым вопросам И по тому, что у Билайна очень плохой роуминг по России В крупных городах, да И интернет 4G и так далее А на трассе очень плохой роуминг Самый лучший роуминг, на мой взгляд, это у мегафона Заканчивается, подходит к концу самая тяжелая серия Где было очень много битых файлов Очень трудно было обрабатывать И хочу напомнить, что сразу По окончанию этой серии Я приклеил Слайд-фильм Из фотографий Путника 81 Те, кому Нравится смотреть такие сериалы Видео дорог России Ну, в смысле Тематика такая, как у меня То смело можете подписываться на Канал Путник 81 Там очень много Я надеюсь Будет Полных видео О дорогах России Таким образом Субтитры сделал DimaTorzok И так Я надеюсь Как у меня Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А О. НаYE Впереди справа по ходу движения Рассвет. Движение по трассе Сибирь. Маршрута Москва-Иркутск-Листвянка. Алло, вот сейчас связь хорошая. Повторите, пожалуйста, что вы говорили, а то я не мог разобрать ничего. Да, да, верно. Да. Корола. Да, Toyota Corolla. А там 1000, по-моему, указано. До Красноярска. Да, 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 да. Ага, вот, да, да, смотрите, я буду, знаете где, у ленты, гипермаркет-лента, который на Кузнецком. Вот, можете туда подъезжать, оттуда я буду отправляться. Ага, да, спасибо вам тоже. Ну, я, наверное, на этом остановлюсь, свои комментарии. Остановлю свои комментарии. Смотрите, далее по окончанию этой серии. Слайд-фильм. Автором фотографии является путник 81. Еще раз поддержим нашего коллегу, который шагает, как он сам выразился, по России и находится примерно где-то в центре России. Может быть, Красноярск, может быть, Кемерово. В общем, Красноярск, Новосибирск. Я вот так вот прикинул. По моим подсчетам, он, например, находится в этом месте. Я на этом заканчиваю свои комментарии. Послушайте музыку и посмотрите слайд-фильм путника 81. Надеюсь, по возвращении он разместит полный слайд-фильм, который я с удовольствием тоже посмотрю. Еще раз всех славян с новолетием, счастья вам и долголетия. Субтитры создавал DimaTorzok На terrifying моменте Не забывай, как я! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok